Дежавю по Наринмарске. Коммунальщики уже второй раз за лето завершают отопительный сезон. Причина – потепление. Голубое топливо, газификация населенных пунктов региона вышла на новый этап. Госэкспертиза подтвердила, к реализации готовы пять проектов. Особенности национальной рыбалки. Кто, где, как и сколько лоят рыбу в нашем регионе. Подведены итоги первого полугодия. Это телеканал «Север». Пришло время подвести итоги дня. С вами Олег Танзийский. Новости начинаются. В Нинецком округе уже второй раз за лето завершается отопительный сезон. Повторная подача тепловой энергии в Наринмаре будет прекращена, как и в прошлом году, 22 июля. Первое отключение тепла в столице региона произошло 2 июня, но уже через месяц отопительный сезон был возобновлен в связи с похолоданием. В поселке Искатели отопительный сезон по факту не прекращался. Как пояснили в пожилком сервис, в летний период при в низкой температуре воздуха отключение тепла происходит по мере необходимости для проведения профилактических работ, как правило, на 2-3 дня. В поселениях округа Котельная запускают случаи похолодания. В летние месяцы все ресурсносложающие организации готовятся к осенне-зимнему периоду. Большая часть работ запланирована на август, 1 ноября. Подготовка предприятий к сезону должна быть полностью завершена. Добудет газ. В Нинецком округе Гостро-жилнадзор завершил проверку проектной документации по газификации пяти населенных пунктов. В итоге все готовы к реализации. В соответствии с программой газификации НАО, в первую очередь должны быть подготовлены к приему газа, то есть иметь распределительные сети, села Великовисочная и Оксина, а также деревня Лабожская. Документация на строительство газораспределительных сетей в этих населенных пунктах получила положительное заключение госэкспертизы еще в 2014 году. А проектная документация на строительство сетей в Устье и Пылемце, они тоже в первую очередь на подключение газа, получила положительное заключение в мае этого года. В июле сметы проверены на достоверность. Следующий шаг к газификации – это включение в бюджет денежных средств на строительство газопроводов, отметили в инспекции. Губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин принял участие в заседании рабочей группы по вопросу развития рыбохозяйственного комплекса страны. Глава НАО предложил, в частности, пересмотреть правила рыболовства для коренных малочисленных народов Севера, для которых оно является традиционной отраслью. Владимир Путин намерен уделить вопросам развития рыбной отрасли самое пристальное внимание. Это оценка состояния рыбопромыслового флота, проблемы береговой переработки, доступность рыбопродукции для населения. На встрече с Путиным глава Росрыболовства Илья Шестаков доложил, что за полгода по стране идет увеличение добычи рыбы на 7%. Как обстоят дела с рыбодобычей в нашем регионе и хватает ли квот? Я расскажу прямо сейчас. Общий объем улова за 6 месяцев составил 7 424 тонны рыбы. Большая часть улова приходится на морской промысел. Основной рыбодобытчик в нашем регионе – это Ненецкий рыбаколхозсоюз. Их территория – прибрежные воды Новой Земли, далее акватория Северной Атлантики, то есть в водах Международной Ассоциации. Здесь квоты освоены на 100%, а у Новой Земли всего лишь на 80%. Объект добычи – треска, пикша, морской окунь, селедка и скумбрия. Напомню, на сегодняшний день флот рыбаколхозсоюза – это 6 морских судов. И если они добывают рыбу почти круглогодично, то на внутренних водоемах региона – это прибрежные территории, реки и озера. Промысел начинается после прохождения ледохода и до ледостава. По итогам первого полугодия вылов составил 33,5 тонны. А теперь посмотрим, кто, где и на что ловит. Итак, поселок Индиго расположен в устье реки с таким же названием. То есть Индиго здесь и в районах Фарики, и деревня Черная, и Болванской губы в основном промышляют индивидуальные предприниматели. Их улов – это Навага и Камбала. СПК Заполярье осуществляют лов рыбы в Белушье и Волонге, тоже на побережье. Эти хозяйства добыли в первом полугодии 33,5 тонны рыбы. Активно занимаются выловом рыбы и семейно-родовые общины и представители КМНС. Место добычи – река Печора и озера. Объект ловли – все виды рыбы. При этом без лицензии по заявительскому принципу. Но по лицензии ловят семгу, горбушу, стерлят, нельму, сик и чер. Сейчас в Ненинском округе зарегистрированы 50 рыбопромысловых участков, 3 морских – 31 на реках и 16 на озерах. В планах администрации региона открытие еще 11 участков. Определение границ рыбопромысловых участков осуществляется Департаментом природных ресурсов, экологии и АПК с учетом предложений граждан, общественных объединений, юридических лиц, муниципальных образований, а также заключений научных организаций. Квоты на вылов устанавливаются Центром природопользования Ненинского округа. Распределяются они между промышленниками, предпринимателями, представителями КМНС и рыбаками-любителями. Нам дается округу объем по видам рыб, например, щуки на реке Печори, ну я так, для 100 тонн. И это и промышленный, и любительский КМНС в лоб идет. И вот пока эти 100 тонн, все эти виды рыболовства не освоят, лоб будет продолжаться. Или месяц, или весь год. Вот в прошлом году, например, в 2014 году, в конце ноября вышел приказ о запрете вылова в бассейне реки Печори впереди и вчера, потому что выделенные объемы были освоены. В этом году квоты на так называемые анодромные виды рыб, то есть семга, горбуша, составили 2,5 тонны. Но теперь по один из, пожалуй, главных вопросов, а что делают с выловленной рыбой? Рыбак Колхоз Союз ее продает. В основном в Россию. Часть рыбы попадает на прилавки магазинов региона. Частники ловят для себя, КМНС тоже, а ИП продают в рестораны, магазины, ну и так далее. По словам специалистов Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Нинецкого округа, вылов за первое полугодие средний. Способствовать увеличению объема рыбодобычи, по мнению правительства страны, должны специальные экономические меры. В нашем регионе такой мерой может стать строительство рыбоперерабатывающего цеха в Наринмаре, на разработку проектно-сметной документации, которого уже объявлен аукцион. Госконтракт на разработку проектно-сметной документации будет финансироваться из бюджета региона. Начальная цена проекта почти 3,5 миллиона рублей. Цех разместится на улице Заводская, где раньше планировалось построить крупный рыбоперерабатывающий завод. Кроме собственного цеха, здесь будут расположены химическая и микробиологическая лаборатории для проведения анализа продукции. Предполагается, что цех будет работать в одну смену и производить в сутки 350 килограммов продукции холодного копчения, 250 килограммов горячего копчения, по 200 килограммов мороженой рыбы, вяленой продукции и фаршевых изделий, а также 100 килограммов рыбных пресервов. Основной сырьевой базой для цеха станет рыба, добываемая в водоемах Ненецкого округа. Ввод в эксплуатацию рыбоперерабатывающего предприятия позволит создать дополнительные рабочие места. На производстве будут заняты 30-40 человек. Кроме того, реализация проекта предусматривает открытие двух модульных рыбоприемных пунктов в селах Коткино и Великовисочная для первичной обработки рыбы. На промысле планируется задействовать не менее 300 рыбаков, а это, по сути, тоже новые рабочие места и гарантированный доход для жителей НАО, занимающихся рыбной ловлей. Помощь бизнесу Ненецкий округ получит почти 5 миллионов рублей на развитие малого и среднего предпринимательства. Соответствующее распоряжение о данной поддержке подписал председатель правительства страны Дмитрий Медведев. Документ уже опубликован на сайте ведомства. Как отметил заместитель председателя Комитета инвестиций и развития предпринимательства в Ненецком округе Александр Кузнецов, деньги, выделенные нашему региону, будут направлены на развитие молодежного предпринимательства. Оператором по реализации мероприятий станет региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. В целом же на развитие бизнеса во всех субъектах России из федеральной казны планируется выделить почти 17 миллиардов рублей. Далее важна новость для людей с ограниченными возможностями. В поисках работы, насколько сложно трудостроиться людям с ограниченными возможностями и что для такой категории граждан сегодня предлагает рынок труда. Продолжение следует. Прокуратура подала в суд на хозяина собаки, которая покусала 6-летнюю девочку. 22 рабочих места для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Столько вакансий предлагает сегодня центр занятости этой группе соискателей. С начала года через службу трудоустроились 11 человек, еще 18 остаются без работы. Почему работодатели и соискатель не могут встретиться, знает Валентина Чебичек. Более 300 звонков за смену, внимательность и вежливость. Вера Витальевна старается выполнять свою работу добросовестно. Уже полтора года помогает встретиться врачу и пациенту, назначает дату и время посещения поликлиники. Условия труда очень хорошие. У нас тепло. Не так давно нам поменяли систему отопления. Мы можем себе позволить. Кольги, футболочках. Тепло, хорошо. Хороший креатив. Все у нас очень миролюбиво. Мы так ко всем относимся. Мне это очень нравится. Вера Витальевна, как и пять ее сотрудниц, люди с ограниченными возможностями здоровья. Для них работодатели устанавливают укороченный рабочий день, предусматривают льготы по оплате больничного листа, оборудуют специальные рабочие места. У меня была операция. Потом мне на моей работе не разрешают. Нейрохирурги работают мне на моей работе. Не разрешают. Потому что нужно стоять целый день за креслом. Я парикмахер по профессии. Нинецкая окружная больница – одна из 16 организаций, где работают лица с ограниченными возможностями здоровья. Эти учреждения работают в рамках 14 окружного закона. Согласно документу, предприятия с численностью работников свыше 100 человек обязаны устанавливать квоты для льготной категории работников – 3% от общего количества. Однако более 15 компаний уклоняются от этой обязанности. В индивидуальной программе реабилитации каждого инвалида указываются ограничения по труду. И работодатель, когда их принимают на работу, он должен эти ограничения соблюдать. Эти ограничения накладывают определенные требования к рабочему месту. В прошлом году мы там трудоустроили одного работника на уборку территории. И работодатель купил для него снегоуборочную машину. Нежелание работодателей тратить средства на переоборудование рабочего места – округ учел. С 2013 года им возмещают затраты – почти 73 тысячи рублей на одно место. Между тем, на имеющейся вакансии пока не нашлось желающих. Руководитель центра объясняет это в том числе отсутствием образования у соискателей. Если есть возможность, центр отправляет безработных на обучение или трудоустраивает временно. Словом, помогает безработным найти свое призвание и улучшить финансовое положение. На всех не хватило. Потребность в путевках мать и дитя в этом году вдвое превысила возможности окружного бюджета. Средства на эти цели были рассчитаны на основе реальности, реального их освоения в последние годы. Формирование списка желающих получить путевку проходило с 1 сентября по 1 декабря 2014 года. При этом учитывался принцип очередности. Те, кто подал заявление в последние дни приема, оказался в конце списка и не смог получить путевку в этом году. Начиная со следующего, согласно принятым собраниям депутатов по изменениям в окружной закон, социальная поддержка граждан будет изменена с учетом принципов адресности и нуждаемости. На 1 января 2015 года состояло 2394 человека. Приобретено путевок 1168. То есть у нас порядка 1100 путевками в этом году не обеспечено. То есть вот эта мера, как бы дополнительное ограничение, она не будет действовать на тех людей, которые у нас стоят и в этом году не обеспечены путевками. То есть они так и останутся стоять в очереди, им перерегистрацию никакой проходить не нужно будет. Также до конца года жители округа смогут получить компенсацию за самостоятельно приобретенную путевку при условии, если они состоят на учете как нуждающиеся в санаторно-курортном лечении. Расходы компенсируют из расчета не более 53 тысяч рублей за одну путевку. Всего в этом году отдохнут и поправят здоровье в Анапе, Сентуках и Кирове. По путевкам мать и дитя 1168 жителей округа. Хозяин собаки, укусивший шестилетнюю девочку, понесет наказание. Прокуратура Ненецкого округа обратилась с иском в суд в интересах несовершеннолетнего. В конце мая мы рассказывали о девочке, пострадавшей от укусов этой собаки. Это произошло на одной из детских площадок переулка Торговой. Собака набросилась на ребенка. С искусами на лице и плечах ребенка доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. Затем девочка проходила курс лечения от бешенства. По сообщению прокуратуры, хозяйка животного не обеспечила надлежащие условия содержания собаки, в результате чего был причинен вред другому лицу. В таких случаях 210-я статья Гражданского кодекса обязывает владельца домашнего животного возместить причиненный ущерб. Собаки кусаются, а вот медведи совсем потеряли совесть. Почему, расскажем через несколько минут. Незваные гости. Косолапые наводят страх на жителей Сыполярия. Спасаясь от голода, медведи выходят к людям. Теперь коротко о том, какие события произойдут в следующем месяце. В Наринмаре пройдет традиционная педагогическая конференция Ненецкого округа. Они обсудят актуальные направления развития образования на современном этапе и определят задачи на предстоящий учебный год. Ежегодно августовская конференция собирает педагогов со всего округа. В этом году региональный съезд учителей и воспитателей будет проходить два дня, 27 и 28 августа. Первый день откроет пленарное заседание, где руководители образовательных организаций и преподаватели обсудят вопросы повышения качества образования. Второй день будет представлен семинаром, где выступят представители прокуратуры и надзорных органов. После общих мероприятий работы семинара продолжатся на деловых площадках, где будут рассмотрены вопросы деятельности образовательных учреждений разного типа. Участие в конференции примут заслуженные учителя, ветераны педагогического труда, педагогические работники округа, а также представители общественности. Планируется, что в столицу региона приедет специалист издательства просвещения. На август намечено еще одно важное событие. 7 числа в Наринмар с деловым визитом приедет делегация из Республики Коми под руководством губернатора Вячеслава Гайзера. В рамках визита стороны подпишут новый протокол к соглашению о сотрудничестве. Документ включает в себя целый комплекс мероприятий социально-экономического и культурного взаимодействия двух регионов. Визит делегации Республики Коми во главе с губернатором Вячеславом Гайзером носит ответный характер. В июле прошлого года Игорь Кошин и глава Коми встретились на праздновании 85-летнего юбилея у Сылемского района. Тогда главы субъектов отметили необходимость делать встречи регулярными. И такое время как раз настало. А соседние регионы охватило небывалое нашествие бурых медведей. Десятки встреч человека с косолапым были зафиксированы в Коме, Мурманске и на Ямале. Хозяева тайги разгуливают по автомобильным трассам и заходят в населенные пункты. Скорее всего, медведям не по душе засушливое лето, говорят специалисты. В лесах сейчас скудный урожай ягод, почти вся морожка и дикая малина высохли. Медведям не хватает корма, поэтому косолапые массово двинулись в город. Так в Ухте голодный мишка бросался на проезжающие автомобили. Также медведи были замечены в районе заправки, по пути в аэропорт и на городской свалке. Бьют тревогу и в Заполярье. Ситуация в области более чем напряженная. На 22 июля специалисты зафиксировали 64 звонка от жителей Заполярье. На Ямале житель встретился с медведем неподалеку от собственного огорода. Утром он приехал с супругой посмотреть, как растет картошка на земельном участке. Знакомые рассказывали, что сейчас в лесу появилась морожка, а решили проверить. Ушли вместе с супругой вглубь метров на 150. Возле небольшого болота надымчанин заметил медведя. На место выехали работники службы по охране биоресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа, надымского территориального отдела. Однако косолапого найти так и не удалось. Если вы все-таки встретились с диким зверем, сохраняйте спокойствие, не пытайтесь от него убежать. Медведи боятся того, кто больше их по размеру, а главное выше. Залезьте друг другу на плечи, поднимите над головами руки и громко кричите, и хлопайте в ладоши. Медведя нужно сильно испугать. Такова картина дня. Это были новости на севере. Также вы можете их найти и на нашем сайте, и в социальных сетях. Далее прогноз погоды на предстоящие сутки.